Коронавирус внес коррективы в работу бизнесменов. Рестораны, кафе и другие заведения общепита были закрыты для посещения с конца марта. И пока продолжают осуществлять свою деятельность с помощью доставки и самовывоза. Могут ли представители предпринимательского сообщества рассчитывать на поддержку? И кто в период пандемии оставался на плаву? Ответы на эти вопросы в материале Дарьи Чупровой. Ресторан «Кочевник» открылся 1 марта, когда еще не предполагали, какой удар по общепиту нанесет коронавирус. Пять лет ресторан был без оформления, без смены имиджа такого. И тут мы все прописали, все были настроены действительно на победу, на интерес, по крайней мере, жителей к новой точке общепита. А тут раз и… ну то есть это невероятно. Ресторатору понадобилось 3 недели, чтобы перестроиться на доставку и самовывоз. Ведь это единственный способ сохранить доход в условиях пандемии. Меню пришлось ограничить. Акцентировали внимание на бизнес-обедах. Начали активно изготавливать и продавать полуфабрикаты. Закупили специальные термопоты, вакуумные упаковщики и сумки. Я была против доставки всегда, потому что это отдельная ниша. Я понимаю, что в Наринмаре мы должны быть в нашем маленьком городе разнообразными, потому что очень трудно заработать на чем-то на одном. Из-за коронавируса у предпринимателей возникли новые обязанности. Нужно было создать безопасные условия для здоровья населения. И здесь на помощь часто приходили те же предприниматели. Например, владелец ателье Иволга Ольга Кокорина продолжила работу в закрытом режиме. Было решено производить многоразовые маски. За несколько месяцев было отшито порядка 5000 средств индивидуальной защиты. Мы за основу взяли обычную стандартную медицинскую маску. Несколько вариантов мы делали, прорабатывали ее форму. То есть смотрели, как она будет сидеть удобнее на лице. И опять же рассматривали вариант, чтобы она была попроще в изготовлении, в производстве непосредственно. Впрочем, не все организации малого и среднего бизнеса смогли быстро адаптироваться к ограничениям из-за распространения коронавирусной инфекции. Пострадали предприниматели таких отраслей, как организация детского отдыха, сфера общепита и туристической деятельности. 27 марта мы быстро среагировали и создали оперативный штаб по поддержке предпринимателей. У нас работает горячая линия, на которую поступают обращения. На сегодняшний день уже поступило порядка 260 обращений от предпринимателей по разным каналам связи. В свою очередь, мы быстро реагируем на любой запрос бизнеса, который к нам поступает. Основные вопросы – это режим работы предприятий и финансовая поддержка. На сегодняшний день нами сформирован список предпринимателей, которые особо пострадали во время карантина. Их 555 субъектов предпринимательства. В настоящее время мы ведем адресную работу с данными предпринимателями. Мы обзваниваем непосредственно, консультируем по мерам поддержки, помогаем составлять заявления на получение всех видов финансовой поддержки. Актуальную информацию по федеральной и региональной финансовой поддержке предпринимателей можно получить на интернет-ресурсах Центра развития бизнеса, в группах социальных сетей и непосредственно по телефону горячей линии, которую вы сейчас видите на своих экранах. Дарья Чупрова, Владислав Носкин, Телеканал «Север».